Итак, сегодня мы поговорим о новом кроссовере от Kia под названием Seltos. Конечно же, появление нового игрока на рынке небольших кроссоверов сразу привлекло немало потенциальных покупателей. Если вы думаете, что Kia Seltos это новый лидер рынка 2020, то ставьте лайк под этим видео и подписывайтесь на канал. Все-таки Hyundai Creta уже надоела, да и с большими недостатками Creta многие не хотят мириться. Renault Captur это вообще очередное недоразумение компании, которая поливает водой асфальт при небольшой нагрузке. Приятным бонусом для автолюбителей страны стало то, что новую модель паркетного кроссовера от Kia будут собирать локальной сборкой на территории России. Первой страной, где стартовали продажи Kia Seltos стала родина Корея. Далее новинка появилась в Индии, ЮАР и на территории Австралии. Мы же как обычно начинаем радоваться новинке, когда все уже ждут новую модель, но это уже другая история. Итак, параметры Kia Seltos будут такими. Длина 4 метра 37 сантиметров, ширина 1 метр 80 сантиметров, высота 1 метр 61 сантиметров или 1 метр 63 сантиметра с рейлингами. Колесная база 2 метра 63 сантиметра. Для сравнения, самый популярный кроссовер в России Hyundai Creta в длину 4 метра 27 сантиметров, ширина 1 метр 78 сантиметров, высота 1 метр 63 сантиметра. Колесная база Creta 2 метра 59 сантиметров. В общем, как видим, новинка от Kia немного побольше. По заявлению производителей, новый Kia Seltos поступит с тремя бензиновыми двигателями. Первые два атмосферные объемом 1,6 литра с маркировками G4FG5 и G4NH5 объемом 2,0 литра. Турбированный агрегат на 4 цилиндра G4FG5 получит объем 1,6 литра с непосредственным впрыском топлива. В зависимости от выбранного двигателя будут меняться и остальные характеристики кроссовера Kia Seltos. Атмосферный двигатель может идти в паре с полным и передним приводом. Что касается турбированного агрегата, то он будет доступен только с полным приводом. Вдобавок меняется и подвеска. Переднеприводные комплектации на задней оси получат балку, а вот полноприводные Kia Seltos получат многорычажную подвеску. Если говорить о мощности агрегатов, то для переднеприводной комплектации двигатель на 1,6 литра выдаст 123 лошадки, а с полным приводом мощность составит 121 лошадь. Двухлитровый агрегат Kia Seltos выдаст 149 лошадиных сил, а турбированный с 1,6 снимут 177 лошадиных сил. Теперь о трансмиссии. По словам производителя, в паре с атмосферным 1,6 будет поставляться 6-ступенчатая механика или автоматическая коробка передач. Турбированный агрегат будет работать в паре с 7-ступенчатым роботом и двойным сцеплением. А вот атмосферник объемом 2 литра будет работать с вариатором. Еще один плюс в том, что все двигателя Kia Seltos в России изначально смогут работать на 92-м бензине, так как будут проходить адаптацию под наше топливо. Что касается начинки интерьера Kia Seltos, то известно о наличии климат-контроля системы Aero Glonass, которая в общем-то ставится уже везде. Также будет установлен 10,5-дюймовый экран мультимедийной системы. Еще в списке числится адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, система предотвращения фронтального столкновения, ассистент парковки и выезда из парковки, а также система выбора режимов передвижения. Еще бы матричные фары, как в джилле, и было бы вообще хорошо. Теперь о цене. Базовая комплектация кроссовера Kia будет в диапазоне от 1 миллиона до 1,5 миллионов рублей. Стоит отметить, что на заводе в Калининграде уже приступили к сборке паркетного кроссовера Kia Seltos 2020. Я думаю, стоит повременить с покупкой кроссовера, собранного в первые месяцы года, так как после новогодних праздников качество сборки явно минимальное. Оставляйте свое мнение в комментариях, стоит ли покупать данный кроссовер и сможет ли он составить полную конкуренцию Hyundai Creta. Также не забывайте подписываться на канал. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok